МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попытка нелегально заработать не удалась. Уличенными в мошенничестве в крупном размере оказались 46-летний, исполняющий обязанности директора муниципального предприятия и 63-летний учредитель организации. Оба они причастны к мошенничеству в крупном размере. В ходе проведения оперативно-развестных мероприятий установлено, что в 2023 году коммерческой организации был приобретен в лизинг автомобиль марки Хавал, который без заключения договорных и страховых отношений был передан для личного пользования родственнику учредителя общества, 46-летнему подозреваемому. Разоблачить нечестных на руку помог случай. В январе текущего года мужчина на автомобиле попал в аварию. Для получения компенсации около 2,5 миллионов рублей он предоставил страховую компанию фиктивные документы о якобы участии в ДТП самого владельца фирмы. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. В ходе следственных действий изъят автомобиль Хавел, на котором было совершено дорожно-транспортное происшествие. Расследование уголовного дела продолжается. Полмиллиона штрафа заплатит экс-начальник пожарного караула за коррупционную схему. Следствием и судом установлено, в период с 2021 по 2022 годы фигуранту дела по просьбе осужденного через доверенное лицо четырежды перечислялись денежные средства в виде взятки. Таким образом, за незаконные денежные вознаграждения сотрудник исправительного учреждения проносил на территорию колонии спиртные напитки, а также, зная, что осужденный пользуется мобильным телефоном, не принимал мер к его изъятию. Но только на этом льготные условия не заканчивались. Кроме того, он разрешал пользоваться своим мобильным и служебным телефонами. Незаконно полученные денежные средства фигурант тратил на личные нужды. При решении суда мужчина штрафован на 500 тысяч рублей. Приговор законную силу не вступил. До 15 лет лишения свободы грозит супружеской паре из Чебоксар за распространение наркотиков. В прокуратуре Республики Мордовия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего и 20-летней жителей Чувашии. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. В октябре прошлого года супруги, являющиеся потребителями наркотиков, приехали в столицу Мордовии и остановились на съемной квартире. Забрали с тайника оптовую партию мефедрона и организовали более 100 закладок. Через время аналогичным способом приобрели еще один пакет с партией наркотика. Но тут же были задержаны оперативниками. В ходе личного досмотра у одного человека было изъято 292 грамма запрещенного вещества, которое он спрятал внутри спортивных брюк, привязав пакет на пояс шнурок, а также мобильный телефон с графическими файлами и географическими координатами расположения тайников заклада, который они должны были отправлять соучастникам преступления. У подозреваемой оперативники ТАЖа обнаружили 6 свертков с мефедроном. Супругов заключили под стражу и завели уголовное дело. Еще один преступный бизнес закончился сроком. Канал поставки в колонию наладили двое мужчин. Один из них был судим и освободился ранее. Второй находился в местах лишения свободы. Как установлено в ходе предварительного расследования, в феврале 2022 года осужденный одного из исправительных учреждений Мордовии договорился со своим знакомым, с которым они ранее отбывали наказание, о постановке на территорию колонии наркотических средств с целью личного потребления и их последующего сбыта заключенного. 52-летний поддельник осужденного направил на территорию колонии посылку с тюбиками космического питания шоколадной конфеты. Однако при проверке доставленного почтового отправления сотрудниками УФСБ и УФСИН внутри содержимого было обнаружено около 8 граммов гашиша и чуть больше 2 граммов метадона. Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 15 лет решения свободы. Его соучастнику 12 лет решения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии особого режима. В Мордовии за 4 нерабочих дня произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которые один человек погиб и 7 получили травмы. 27 апреля на улице Московской в Саранске столкнулись две легковушки. Водитель Хавал Джулио при выезде со второстепенной автодороги на главную не предоставил преимущества в движении, столкнулся с Ладо Гранта. В аварии помощь медиков понадобилась пассажиру отечественного авто. В тот же день в Ковылкино сбили 71-летнюю пенсионерку. Под колеса иномарки женщина попала рано утром на улице Королёва. 30-летняя водитель Рено при движении задним ходом проявила невнимательность и сбила пешехода. После совершенного ДТП владелица авто с места происшествия скрылась. Однако после того, как пенсионерка с травмами обратилась в больницу, хозяйку иномарки полицейские разыскали и составили на неё протокол. 28 апреля в селе Старый Горяши в полночь неустановленный водитель сбил 40-летнего мужчину, который в этот момент шёл по левой обочине. Водитель с места происшествия скрылся, а пешехода доставили в больницу. Смертельная авария произошла в Ельниковском районе. 35-летний водитель Ford Focus на трассе не справился с управлением, выехал навстречу и врезался в легковушку. Водитель последнего авто от полученных травм скончался в реанимации Краснослабудской больницы. 30 апреля на улице Советская в посёлке Луховка 36-летний водитель не справился с управлением мотоцикла и оказался на обочине. С полученными травмами он попал в больницу. 1 мая в Саранске произошла авария с участием автобуса. Случилось всё у Химашевского моста на улице Коммунистической. Момент ДТП зафиксировала одна из уличных камер видеонаблюдения. По предварительной версии водитель не справился с управлением, отчего рейсовый автобус снёс дорожное ограждение. К счастью, обошлось без пострадавших. На водителя составили протокол. В тот же день за медицинской помощью обращались 48-летняя и 60-летняя женщины. Травму они получили в аварии в Отяшевском районе. На трассе 57-летний водитель Буханки не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Выходные не обошлось и без пожаров. На территории Республики Мордовия было зарегистрировано 54 пожара, из которых 25 случаев загорания сухой растительности. Также 12 случаев возникновения пожара было зафиксировано в зданиях жилого сектора. Уважаемые жители и гости республики, соблюдайте основные правила пожарной безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова